Прислали вот эту фотографию. Боже мой. Не из школы, теперь это лицей. 1581. Это я здесь уже демонстрирую, так сказать, свои навыки драматического... Это актовый зал, да, по-моему, да? Это в актовом зале. В актовом зале. Усы накладные? Да, я их нарисовал. Они нарисованы? Да, нарисованы тушью. А, кстати, в жизни когда-нибудь была растительность? Уже вожжила и борода была. Очень много лет носил, когда я работал в ансамбле «Люди и куклы», я носил усы. Вот такой был пицняр. Тогда было вообще очень модно вот этот тип мужчины с усами. Да, 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 с усами, с длинными волосами. А как родители отреагировали на выбор ремесла? Извини, что я о себе? А мы о тебе и говорим. Сегодня семейная льда, как Аркалин. Мама очень поддерживала меня, она меня очень любила. И любую мою выходку, так сказать, она поощряла и любила. А папа никогда ни этого не делал. Он, не понимав всех моих намерений, он так странно на меня поглядывал всегда. А кем он был? Он был простым человеком, работал в автомастерских. Он считал, что это не может быть мужской профессией. Гайку изготовить или закрутить эту гайку. Вот это дело мужских рук. Да, но выяснилось, когда он ушел, что он собирал все публикации. Вот это я хотел сказать. Это событие произвело у меня неизгладимое впечатление. Я понял, как он меня любил. Вот это признание его было уже после смерти. Это так получилось, что при жизни мы так не успели найти место, время сказать главные слова. Моя сестра нашла целую подборку газет и журналов, вырезки, где шла речь обо мне или мое интервью. Он собирал тайно. Тайно собирал. И гордился. Да.